Валерий Васильевич, вот в первой части вашего доклада, когда вы говорили о примерах вот таких неустойчивых решений, совходящими, исходящими траекториями. Положение равновесия не изолировано, а группируется в семейство. И это вот не позволяет нам, так сказать, вот здесь решить этот вопрос. Но, я вот детали не продумывал, но вот если взять Эйлера-Пуассона, уже уравнение, там есть интеграл энергии, интеграл момента, то тогда их, если мы зафиксируем, то совместные уровни будут трехмерными, тоже нечетные. Ну и вот любое изолированное положение равновесия будет неустойчивым. Вот вопрос о том, есть ли там изолированные положения равновесия. Вот этот вопрос, над которым я не задумался, но мне кажется, стоит на это посмотреть. Зачастую соображения совершенно общего характера могут решить вопрос об устойчивости без подробных каких-либо вычислений. И мы такие примеры, конечно же, знаем. Вообще, я вот так чуть-чуть думал, Федор Ильич, над примерами из механики. Здесь вот как раз, может быть, негалономные системы дают нам больше, так сказать, большую свободу для всех этих вот дел. Почему? Потому что просто системы голономные, они описываются в потенциальном поле уравнения мегамилетона. Там размерность четная, и поэтому ничего хорошего, так сказать, вот там не видно. А вот когда мы связи добавляем, вот, единственное, что там тоже, вот, природу, как говорится, не обманешь. Там есть положение равновесия так называемого первого рода и второго рода. И вот положение равновесия второго рода, которые появляются собственно из-за связи, они, как правило, неизолированы, а группируются в семейство. И это вот не позволяет непосредственно применять теорему. Но вот в равновесии первого рода, которые уже были в той системе, вот здесь уже можно некоторые бы выделить из белых. В той же теореме, о которой Александр Ильич спрашивал, значит, если мы, правильно ли, вот я понимаю, если мы возьмем течение, например, этих архивов, то есть, значит, ну, это шар в сечении замка передней токой, обтекается шар в сечении стационара. Значит, точки спереди и сзади являются точками остановки. При этом точкой остановки в сечении являются и, естественно, те точки, вокруг которых жидкость вращается. По-видимому, эти точки, они составляют собой окружность, и не подпадают, как теорет. То есть, они не изолированы, а точка спереди и сзади, наверное, и подпадают. Вот при этом можно ли на основании этой теории сказать, что сечение неустойчиво? Или же неустойчиво, просто вот мы возьмем какую-то частицу около точки остановки, сдвинем от нее, она и уйдет. Да, здесь, конечно, неустойчивость понимается, вот, в смысле, вот таких обычных конечномерных динамических систем, а не неустойчивость в смысле того, что вот мы возмущаем профиль скоростей, да, и смотрим дальше, как развивается со временем зависимость от времени. Конечно, здесь имеется в виду конечномерные системы, потому что именно для них размерность имеет существующее значение, а там все бесконечно, бесконечно мерно. Вот, поэтому это надо принимать в таком более упрощенном смысле, в первом смысле, как вы скажете. Пожалуйста. Что касается четной размерности, где так все ясно, там тяжелее. Почему, когда все ясно, вот, четное там, слово четнее, там четыре, там сколько, почему там тяжелее? Последнее, что вы сказали, почему в черной размерности… Почему там тяжелее? Ну, понимаете, тут философия и логика такая, что для четных размерностей мы приводим примеры, когда изолированное положение равновесия неустойчиво, и там нет вообще никаких асимпатических траекторий, ни входящих, ни выходящих. А в нечерномерном случае, вот все примеры, которые мы рассматриваем с аналитическими правами и частями, вот более просто с анемиами, которые я проводил, там всегда есть либо входящие решения, либо выходящие. И вот вопрос. Случайная это или нет номерности? Наше предположение состоит в том, что нечерномерный случай резко отличается от черномерного, вот, и там всегда, значит, есть нечерномерный случай асимпатический траекторий, а когда у нас система бездегрегентная в частном случае, то тогда отсюда сразу закрепляет неустойчивость. Что, честно говоря, немножко удивительно, поскольку никаких, собственно, вычислений серьезных здесь и проводить не надо. А вся серьезность проблем играет в то, чтобы попытаться все же это доказать в самом общем, так сказать, виде эту гипотезу. Поскольку то, что я рассказал, это типичные какие-то такие случаи, вот, но это все-таки не охватывает, не охватывает всей проблемы. Отчетные случаи, да, вот, там неустойчивость вполне может существовать сама по себе без вот такого простого ясного механизма, как существование ассетатичного. Небольшой комментарий по поводу интерпретации термина динамики твердого тела. Вот Валерий Васильевич упоминал примеры Бардина, касающиеся возможности неустойчивости, неустойчивого положения равновесия, при котором нет ассентатических траекторий. Эти примеры, один из примеров, что Валерий Васильевич здесь указал, а еще есть и другие примеры, которые нам указал Бардин. И эти примеры более сложные, но они-то как раз получены и из задач, связанных с динамикой твердого тела. Спасибо.